Я забираю в облаке рая на миллионы лет Не оздорожь, скот набираю и выбираю свет Давай я волосы, может, распущу Ой, так оба распущены Дорогие друзья, мы должны открыть вам страшную тайну Помните, к нам приезжали очаровательные девушки из соцзащиты города Вильска Теперь вы снимаете о нас репортаж Вот к нам приехали такие красивые девушки Администрация Вильского района, пресс-служба Галина Звездина Ну меня вы знаете Звездина Нина Васильевна А подождите, а зрители-то не знают? Марина Александровна Федотова Федотова Марина Александровна, главный специалист СССР по Вильскому району Это отдел соцзащиты, кто не знает Лиханова Нина Васильевна, начальник отделения соцзащиты в Вильском районе Во как, видишь, оказывается начальник, а мы и не знали Лопаткина Наталья, корреспондент Вильские вести Они нас защитили Благодаря их защите У нас теперь есть это Говорят, что от нашего государства ничего не дождешься Но получается у нас, как обычно, в старом еврейском анекдоте Когда еврей умирает и на смертном одре начинает плакать и молиться Богу Говорят, дорогой Егола, ну что же я всю жизнь прожил, уже умираю, до сих пор так и не выиграл в лотерею Вдруг разверзаются небеса над ним И оттуда слышится голос Бога А ты хоть один лотерейный билет за всю жизнь купил? Смысл басни таков, что если вы хотите что-то получить То нужно для этого немножко пошевелиться Совершить хоть какие-то действия И вот если вы не совершаете никаких действий И при этом скулите, что вам плохо живется Значит, виноват в этом кто? Правильно, как следует из анекдота Бог, он во всем виноват Ну, а мы решили, что надо попробовать хоть что-то сделать И когда приехали к нам девушки из соцзащиты Они спросили, что вам надо от государства А мы сказали, что ну вот нас не хватает средств на то-то, то-то, то-то Критиковать власти считается хорошим тоном И их на самом деле есть за что критиковать Но очень многие часто даже не догадываются о том, что они критикуют в силу собственных лени и безграмотности Никто не мешает им знать о своих правах и возможностях Власти сами стучатся в двери к людям и объясняют им, что готовы поддержать добрые дела Вот для чего существуют социальные десанты Чиновники сами едут на места и ищут тех, кто нуждается в помощи Получить необходимую сумму на поддержку малого бизнеса, например Или для того, чтобы просто собрать ребенка в школу На самом деле очень просто Необходимо только обратиться за помощью А не сидеть и не горевать, что мол все пропало Они говорят, ну пишите заявление, рассмотрим И выяснилось, что не надо никаких особых бумаг собирать Ничего мучиться не надо Всего-то делается три нажатия кнопки Буквально через месяц на наш счет поступили средства За которые мы обязаны отчитаться Собственно, этим мы сейчас и занимаемся Елена Игоревна, скажите, что мы сейчас сделаем? Зачем я снимаю эти коробки? Ну, я дополню Мы написали заявление Нам вообще порекомендовала обратиться к ним Люмила Анатольевна Волова Наша глава администрации Она позвонила нам лично и говорит Ребята, вот к нам приезжает социальный десант Они вот то-то, то-то Вы сходите, может быть, что-то Чем-то они вам тоже смогут помочь Мы, честно говоря, пошли такие веселые, нарядные Но без особенной надежды Когда мы сели и начали рассказывать о своем проекте Что мы планируем создать Что мы восстанавливаем дом 1902 год Восстанавливаем исторические планировки Мы уже сейчас проводим здесь лекции открытые На которые может приехать любой человек Вживую И к нам приходят уже судрамчане Самые смелые Приходят к нам уже с марта Андрей читает лекции Мы обсуждаем, рассказываем Люди задают вопросы Андрей задает вопросы Ну, то есть у нас такое происходит Живое общение И мы, в общем-то, на такие встречи всех приглашаем Плюс к этому мы уже летом Несмотря на то, что была полная разруха Специально не искали Но так получилось, что люди нас здесь искали Находили нас каким-то образом сами По рекомендации И вот Николай Кудрин очень нам помог Он периодически звонил и говорил Можно я к вам привезу группу? Иногда люди сами звонили и говорили Можно мы сами приедем? То есть мы рассказали вот эту историю Что мы планируем создать такой культурный центр Культурно-исторический Назвали его дискуссионный клуб Дом сохранения истории Инрок И когда девушки действительно красивые Такие все вдохновленные Заинтересованные Все почему-то думают, что чиновники Только и думают о том, чтобы где-то украсть Но это совершенно не так Люди работают за крайне скромную зарплату Очень искренне переживают за каждого Мы были у них, они сидят в микроскопическом кабинетике Там шесть человек В довольно-таки сложных даже условиях И они очень обрадовались, когда мы рассказали Мне говорят, это здорово, так классно Такое новое направление, такое интересное И сказали нам, что нужно сделать Собственно, нужно, не сложно написать Кто мы, что мы, что мы делаем, что мы планируем делать Достаточно просто знать русский язык И написать, что у тебя есть И что ты хочешь из этого Мы туда приложили два скрина Что мы собственники этих двух квартир Паспорта и все А ну еще выписку из 2 НДФЛ Андрей вот как самозанятый Проложил эту выписку Здесь есть такое условие Здесь доход должен быть На одного члена семьи Меньше чем 12 300 То есть у нас доход меньше чем 24 600 На нашу небольшую семью Вот это вот единственное условие Такое важное, которое нужно соблюсти И они рассматривали буквально там, не знаю Неделю, наверное Они приезжали сюда Вы их видели в фильмах Они посмотрели, что все действительно так Что мы работаем Мы не просто нашли дом И сидим, ждем, когда нам дадут деньги А мы уже работаем Мы уже написали, мы посчитали Там уже на тот момент было больше 100 тысяч Которых мы вложили средств наших И средства людей Которые нам помогали И вот пришли деньги Мы очень тщательно подошли к выбору Ну сразу мы им сказали Что то, что нам очень нужно И то, что мы сами не сможем купить Это именно система отопления Потому что еще летом Нам Валерий Оголь Предложил сам по личной инициативе Сказал, вы размером не пришлите Я подготовлю проект Потому что он работает в этой сфере И знает, как это сложно Мы померили все Как раз Левтина была в гостях Мы с ней вдвоем все мерили Валерий подготовил проект Очень подробный, профессиональный, правильный Мы на основании этого проекта Сделали запросы в 4 магазина Одна оптовая база в Москве Один магазин в Москве И два магазина в Вельске Один из магазинов в Вельске Энергия, который специализируется Именно на вот таком оборудовании Для бани, отопления И так далее Они нам, кроме того Порекомендовали еще мастера Которого они уже знают Которого проверили Которого обращаются люди Александр Лыткин Немного подкорректировал эту систему За что ему большое спасибо Приехал в магазин Все сам проверил Все сам проконтролировал И мы в итоге решили остановиться Вот на этом магазине энергии Мы в магазине энергии Светлана И лучший специалист Вельска По теплообеспечению Александр Лыткин Комплектуют нам Оборудование Оружие Вот футерка 32 на дюйм Внутренняя резьба Две штуки По 235 рублей В магазине энергии Мы делали анализ Из четырех поставщиков Два московских Два вельских И остановились на энергии Как на самом профессиональном магазине Который дал нам Лучшие цены Кроме того Магазин порекомендовал нам Мастера Который сможет сделать нам Систему В общем у нас Очень хорошие новости Вот там где Викторович Пользуясь возможностью Опять Около кувалт Мой любимый молоток Это сломался А молоток у тебя любимый Сломался Да Кроме молотка Еще и легкие Деньги Также мы нашли здесь Прекрасный Предмет мебели Который Очень необходим Нам Иди жулиться Пожалуйста Так Саша Дополняем То что я тебе Отпишу То что ты мне Продиктовала Давайте я сделаю Скажу Ты проверьте Давай По одной штуке Ну правильно Не держите Да По многу Все что в комплекте идет Привязано На пакетике На веревочку Инструкция И вот две пяточки Вот эти Ага И к этому тоже Да И к этому тоже Тоже Две пяточки Вот два отверстия И два украина Сейчас я найду пакетки И читаем Чтобы они не поцарапались Ага Спасибо Единственное что у меня не будет Компенсаторов нету Вот я уже проверю Еще разочек нету Подождите Я тоже Угольник Сороковый Есть Теперь муфта Сорок тридцать два Нету Нету Так Монтажный комплект фитингов Отмечайте для себя Оплачивать Мы сейчас будем Восемнадцать Да Вот здесь написано Да И радиаторный Сорок четыре Есть в наличии Андрей Викторович Достает в шоке Штанин В карту Которую еще ни разу не пользовала Семь Пятьсот Девяносто Семь Кладывайте карту Во Оплата пошла Все Первый пошел О Сейчас такая колбаса Метра здесь Вот столько Фитингов Мы накупили Вот наши две коробочки Светлана Исаева Человек Неравнодушный Который Тоже прониклась Нашей идеей Помогла нам Все это собрать И вот Наконец Вот это все Оборудование У нас здесь Оборудование Современное оборудование Для Объекта МЖО Вот Вот эта коробочка Маленькая Но одна из самых важных Одна из самых дорогих Это Группа безопасности Котла А Вот как Выглядит неказисто Но это Электроника Наверное Автоматика Вот это Наверное Котел Это Это Электрический Котел Он Совсем Маленький 9 Киловат Александр Порекомендовал Нам Такой Потому что Он у нас Будет Как дублирующий Да Он не будет Отопителем Он будет Только Для поддержки Температуры В системе Это Расширительный Бак Гидрокомпенсатор Когда вода Нагревается Она же Больше Становится Вот Он должна Куда-то Уходить Да Ну и Вот Радиаторы Под Каждое Окно У нас Все окна Одинаковые Кроме Одного Вот Спальня У нас Будет Большое Окно И большой Радиатор И еще Один радиатор В котельную Потому что Там где будет Котел Там тоже Должно Быть Обогреваться То есть У нас 19 радиаторов Одинаковых Один радиатор Побольше В окно В спальне Которое Двойное И вот То есть 21 радиатор Да Мы действительно Андрей Мы действительно Не смогли бы Купить с тобой Это Просто Я когда начинала Я думала Что Могли бы Но к пенсии Ну 1100 Я думала Может быть Там 150 Но в итоге Это получилось Ну Около 200 тысяч 249 Нам Проект Сделали Проект И смета Там было 249 тысяч Вот Ну Вот Необходимую сумму Нам государство И дало Для того Чтобы Ну Нет Подожди Я хочу еще сказать Мы По итогу По итогу Вот этой вот Корректировки Со стороны Александра Лыткина И благодаря тому Что нам Энергия Магазин энергии Специально еще Дал дополнительную Скидку Нам удалось Немножко Сэкономить Денег Вот этих Государственных И поэтому Мы Еще Смогли Купить Унитаз Вот для Санузла Это тоже Важная штука Даже без крана Можно обойтись А без винитаза Никак Чтобы начать жить На первом этаже Ну Еще у нас Осталось Немножко Денег Который Мы тоже Планируем Рационально Использовать У нас Есть очень Крупная Еще Представит Покупка Это Другой Твердотопливный Котел Который Вот Нужен И Оборудование Для обустройства Трубы Вывод Наверх Вот Это еще Порядка Там Тридцати пяти тысяч Сказал Александр Труба И порядка Пятидесяти Около Пятидесяти тысяч Котел Вот Тогда мы сможем Сделать Отопление Ну Тридцать Тридцать Вот это все Наши Тридцать Изучала Изучала Всю Смету Я там Много Чего Узнала А прядки Тридцать Что Какие Какие А Нет Еще не брала Лучшее Приобретение Тридцать Не каплет Мы его Остеклили И Оставляем Трубы До того времени Пока мы Не сделаем Пол Ну До теплого Времени Конечно Все-таки До апреля Мая Не раньше Вот наши Драгоценные Комплектующие Мы их Подняли Наверх И Теперь Они Здесь Будут жить У нас До весны Продолжение Следует Продолжение следует